Илон Маск вновь предстанет перед судом. Тесла выпустила долгожданную бета-версию автопилота. Немцы анонсировали водородный самолет на 40 мест. Китайцы показали прототип домашнего человекоподобного робота. Меня зовут Андрей. Эти и другие темы мы обсудим прямо сейчас. Досматривайте это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра. Погнали! Ни для кого не секрет, что у американского предпринимателя, миллиардера и технокороля Илона Маска очень длинный язык. С помощью которого он может как заработать миллионы, разместив один единственный твит, так и навредить собственной компании. Как это уже случилось ранее в сентябре 2020 года. Для Илона Маска настало время опробовать свои ораторские навыки в суде. В ближайшие дни начнется судебный процесс по иску акционеров компании Тесла, в котором Илону вменяется использование своего влияния в компании для заключения сомнительной сделки в 2016 году. Речь идет о производителе солнечных батарей SolarCity, находящегося на грани банкротства и выкупленного Тесла за 2,6 миллиарда долларов. Интересной деталью является то, что SolarCity принадлежал двоюродным братьям Маска, а сам он владел 22% акции этой компании. Акционеры утверждают, что Маск использовал свое влияние в Тесла и побудил руководство компании к совершению сделки. Более того, они указывают, что разоряющаяся компания была выкуплена по цене, которая превышала ее стоимость по факту. Сами члены правления Тесла, одобрившие сделку, уже урегулировали обвинения против них еще в прошлом году, так и не признав своей вины. Перед истцами стоит нелегкая задача. Они должны доказать, что Илон Маск являлся держателем контрольного пакета акций, при том, что его доля акций на контрольный пакет явно не тянет. В случае проигрыша технокоролю придется выплатить стоимость сделки в размере 2,6 миллиарда долларов, а также прибыль со своих акций SolarCity, которую он получил в результате сделки. Юристы по-разному оценивают перспективы иска, но соглашаются, что Илон Маск является неординарным акционером Тесла и имеет сложный статус, учитывая его знаменитость и связи в руководстве компании. Маск, в свою очередь, отвергает обвинения и утверждает, что сделка была прописана в генеральном плане, а переговоров с руководством относительно сделки он не вел. С его слов, наработки компании SolarCity в дальнейшем должны были быть использованы в обеспечении солнечной энергии электрических беспилотных автомобилей. При любом исходе судебный процесс обещает быть интересным. Он покажет, является ли Илон Маск лишь самопровозглашенным технокоролем Тесла, или он также подрабатывает там серым кардиналом. Тесла приступила к распространению одного из самых крупных обновлений для своего программного обеспечения Full Self-Driving, которое является основой системы автономного вождения. Согласно имеющимся данным, обновление FSD версия 9 стало доступно участникам программы раннего доступа и распространяется по воздуху. Девятая версия автопилота Тесла приносит массу исправлений, делающих систему автономного вождения более надежной, а также имеет несколько любопытных функций. Среди них можно выделить визуализации, которые предполагают дополнительную информацию об окружающей среде и позволяют лучше понять, что видит автомобиль в процессе движения. Несмотря на название Full Self-Driving, система не является полностью автономной и предназначена для помощи водителю, например, при смене полосы движения или на поворотах. Тесла неустанно напоминает, что даже при использовании автопилота водитель должен держать руки на руле и внимательно следить за дорогой, чтобы быть готовым взять на себя управление при возникновении нештатной ситуации. Для наблюдения за водителем, расположенная на зеркале заднего вида камера получила новую функцию. Теперь она может определять, насколько внимательно водитель следит за дорогой. Немецкая авиакомпания H-2 Fly и авиастроитель Deutsche Aircraft объединяет усилия для разработки водородного лайнера на базе пассажирского ближнемагистрального турбовинтового самолета Dörner 328, первый испытательный полет которого состоится в 2025 году. Обе компании намерены сделать региональную авиацию чистой с нулевой эмиссией углекислого газа, без долгой зарядки аккумуляторов и ограничений по дальностью полета, которые характерны для ритиевых аккумуляторов. В стандартной конфигурации самолет весит чуть более 9 тонн. Оснащен двумя турбовинтовыми моторами общей мощностью 1625 кВт, это чуть более 2000 л.с. В модификации с топливными элементами он станет самым мощным водородным самолетом. Пассажирский лайнер на 40 мест, который по планам H-2 Fly начнет коммерческую деятельность в 2030 году, будет обладать пиковой мощностью в 3 мегаватта. Это 4000 л.с. запасом хода на 1850 км, крейсерской скоростью 520 км в час. Солнечный электрокар Lightyear One проехал 710 км на аккумуляторе в 60 кВт-часов. Lightyear, нидерландский стартап, специализирующийся на солнечных электромобилях, собирается начать выпуск первой модели Lightyear One в следующем году. Особенность модели SEV в том, что заряжать его можно будет как от розетки, так и непосредственной энергии солнца, благодаря встроенным в капот и крышу солнечным панелям. Разработчики обещали большой запас хода и, похоже, сдержали слово. На испытательном треке в Германии прототип Lightyear One проехал на аккумуляторе и солнечных панелях 710 км со скоростью 85 км в час с аккумулятором на 60 кВт-часов, добившись крупного технологического прорыва. Чистое время движения по треку составило около 9 часов, хотя сами испытания продолжались дольше, почти 10, из-за того, что водители менялись каждые 2 часа. В солнечный день, по словам главы стартапа, солнечный электромобиль может добавить к запасу хода до 72 км. Во время испытаний небо было облачным, так что панели дали примерно 3,4 кВт-часов энергии, то есть около 40 дополнительных километров. Футуристический электромотороллер BMW появится в продаже в 2022 году. Как ни странно, внешний вид предпродажной версии мало изменился со времени анонса. Мотороллер остался таким же угловатым с рубленными линиями и яркими акцентами. Максимальная скорость 120 км в час, запас хода 130 км. Серийная версия сконструирована вокруг цилиндрической стальной рамы и сохраняет футуристический внешний вид. Усилены четкими линиями и колесной базой чуть более полутора метров. В стандартной раскраске он черно-белый, в улучшенной версии серый металлик и оранжевые акценты. Заряда аккумулятора на 66 Ач хватает на 130 км. Время зарядки от домашней розетки 4 часа 20 минут. Если приобрести опциональное устройство быстрой зарядки, то время ожидания можно сократить до 1 часа 40 минут. Цена в Европе зависит от страны, но начинается примерно с 12 тысяч евро. В качестве дополнительного аксессуара можно будет также приобрести умную куртку с Bluetooth-подключением к приложению Motorrad Connected, у которой есть светящиеся элементы на спине и рукавах. Китайская компания Ubitech Robotics представила человекоподобного робота Walker X. Он умеет обходить препятствия, брать в руки предметы и общаться с людьми голосом, а также светодиодными индикаторами. Человекоподобные роботы позиционируются их разработчиками как устройства, которые в будущем будут сосуществовать с людьми, помогая им в быту и заменять специалистов людей в опасных условиях. В основном их можно разделить на два класса – полноразмерные роботы размером с человека и небольшие с гораздо меньшим ростом. Компания не раскрывает точный размер прототипа, но известно, что рост предыдущей версии составлял 140 см. По конструкции Walker X повторяет строение человеческого тела с руками, ногами и головой, приводимыми в движение 41 сервомотором. Кисти рук также повторяют человеческие и состоят из пяти пальцев. Робот может сжимать их, захватывать предметы и даже выполнять довольно сложные для роботов действия, например, откручивать крышку бутылки. Максимальная масса предметов, которые робот может держать в руках, составляет 2,7 кг. Робот может общаться с людьми двумя способами. Во-первых, у него есть система распознавания и синтеза речи для общения голосом. А во-вторых, в голове на уровне глаз установлен большой экран, имитирующий мимику глаз. Всего у робота предусмотрено 28 видов эмоций. Также на корпусе установлены световые индикаторы, активирующиеся во время тех или иных взаимодействий. Walker X умеет автономно передвигаться в знакомых и новых местах, используя стандартные для этой задачи алгоритмы одновременной локализации и построения карты. Для навигации робот использует камеры глубины, расположенные в голове, груди и животе. С их помощью робот может обнаруживать препятствия и обходить их, а также отходить от людей и других подвижных объектов, когда они подходят слишком близко. Максимальная скорость ходьбы составляет 3 км в час. Американские инженеры научили четвероногого робота автономно перепрыгивать препятствия. Его планировщик маршрута состоит из двух элементов, один из которых прокладывает пеший маршрут по той области, где нет препятствий, а второй отвечает за расчет траектории прыжка через не очень высокие препятствия. Разработчики таких роботов позиционируют их как инструмент для осмотра труднодоступной и опасной для человека местности, потому что они лучше колесных роботов справляются с неровным рельефом и препятствиями на пути, перешагивая или взбираясь на них. В роботе инженеров из Беркли установлена камера глубины. С ее помощью робот создает 3D и 2D карты пространства перед ним. Благодаря определению глубины на снимках он размечает пространство на вокселе, а также создает из них двумерную карту, в которой отображена высота объектов. Получив от человека точку, в которую ему необходимо прийти, робот рассчитывает маршрут. Опираясь на высоту объектов, если препятствие на пути слишком высокое, он строит маршрут в обход, а если его можно перепрыгнуть, оно помечается как проходимое и маршрут строится через него. После того, как робот подошел к препятствию, он запускает последовательность прыжка, отталкивается передними ногами, поднимая переднюю часть корпуса, затем отталкивается задними ногами и переходит в фазу полета, во время которой избегает столкновения ног с препятствием, а в конце приземляется на все 4 ноги. Благодарю вас, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему мощный лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Не забывайте оставлять свои комментарии внизу под видео. Все ссылки на наши полезные ресурсы вы также найдете в описании. Ну а я буду с вами прощаться. По традиции желаю вам отличного летнего настроения. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok